За несколько дней заброшенное здание в Александровском парке, где раньше играли в дартс, превратилось в частную пивную. Такие темпы градостроительства под силу только декораторам. В перерывах между сценами они успевают убрать ограждение, обновить мебель. Киношники способны на любое чудо, даже обмануть природу. Из зимы делаем лето. Работа над фильмом началась летом в Белой Калитве. Часть съемок пройдет в столице, но большую часть материала режиссер намерен снять в Новочеркасске. Этот город подходит идеально. Здесь есть много улиц и домов, почти не изменившихся за последние полвека. Для массовых сцен также привлечены местные жители. Роли владельцев пивнушки исполняют профессиональные актеры из Ростова. Начали! Касситро! Заходим, заходим! Несмотря на то, что фильм снимают по книге, экранизация одноименного произведения Александра Фадеева его назвать нельзя. Это и не ремейк классического фильма 1946 года. Режиссер Леонид Пляскин смотрит на историю подпольщиков с другой стороны. Его версию дополняют архивные документы, а также исторические справки. Некоторые факты, которые были открыты с 90-х годов, рассказывают о том, что в принципе у молодой гвардии, которая написана у Фадеева, много все-таки политических аспектов. А сама человеческая история была снивелирована. Ну вот решили поднять и рассказать историю молодых ребят. Актерам предстоит прожить времена Великой Отечественной и показать зрителям трагедию человеческой судьбы. На главные роли приглашены Юрий Чурсин, Никита Тезин. Екатерина Шпица вживается в образ шпионки. Я взялась за работу с большим энтузиазмом. И самая главная подготовка из разряда физических меня еще ждет. Потому что у нас будет очень много сцен в кабаре. Я в кои-то веки натанцуюсь, напоюсь. Вот как я давно хотела. Из платья в пальто. Во второй половине дня хозяйку петейного заведения костюмеры переодевают в зимние вещи. Снимают уже одиннадцатую, предпоследнюю серию. Подобные перемены в рабочем процессе не редкость. Съемки проходят не по хронологии сюжета, а по месту действия. После того, как по сценарию полицаи закрыли пивнушку, она опустила и в реальной жизни. Частная лавочка, в которой еще несколько минут назад кипела жизнь, вернулась в свое прежнее заброшенное состояние. Съемки сцены закончены. Вся группа переходит в другие декорации. Работа в Новочеркасске продлится до конца месяца. Анастасия Кованцева, Юрий Санкин. Главные новости.